я вот лично соскучилась по вам надеюсь вы тоже что вы ящики повесили так так сегодня пятница 2 февраля камера маши выхожу на улицу уже вечер у нас по волжье и прогуляться и вам кое-что сказать слушай сколько ему уже четыре года чё за порода вообще класс люблю собак кстати послушайте у нас дождик идет слышно да такая у нас погода такая погодка у нас хочу же я стабилизатор ты не взяла слышно их ты правда через стабилизатор не взяла хотела завтра записать видео но завтра у меня уже будет по-другому тоже другие новости и поэтому я хотела несколько слов вам сказать что вы знаете меня эта неделя такая была плодотворная как говорят я почти всю неделю работала с утра до вечера ну как в две смены можно сказать прям я подустала за эту неделю а сегодня вот пятница так я сейчас иду просто было очень много всяких разных событий и честно сказать я вообще очень плохо спала можно сказать всю неделю сейчас яду на улицу на центральную там будет немножко посветлее центр сити у нас там нем все и эльдорадо и dns все 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 там а здесь рядышком вот такие у нас тоже магазины магнит и так далее всякие пекарни ну наверное у всех так так вот я стою я не могу перейти ага перехожу ведь у нас какая погода смотрите какая у нас гора снега ух ты тут наверное я не знаю метров шесть вот машинки рядом стоят и снега сколько здесь магазины вот я отошла немножко туда я направляюсь в сторону парка сейчас я выйду где посветлее и поговорю немножко с а там так красиво я уже отсюда вижу как красиво а там дальше вон туда дальше я вам показываю у нас там по сказкам аллея еще немножко парк покажу вечером елочка такая а вот видите стоит школа музыкальная в нашем парке где я учился работала учился я восемь лет а работал я он насколько я там наверное года три отработала вот такой парк у нас красивые прелесть подошла к фонарику чуть холодновато я думала теплее так вот я немножко повторюсь за эту неделю я настолько устала брала подработки и тяжеловато мне все таки было потому что вставала рано где-то ну часов 7 точно и весь день работая с детьми не не легкими детьми энергию как говорится отдавал на сто процентов детям по-другому я не умею просто работать вот я хотел вам сказать что сегодня пятница так классно но я хотела вам передать свое состояние настроение душевное у меня впереди у сына день рождения будет 4 февраля и вы знаете впервые впервые за него быть 19 лет за все года сынок мне сказал что он дома не будет поэтому как-то грустно немножко вот потому что всегда стол накрываю готовлю так все хорошо но время идет все меняется все так меняется вот с мамой меня ничего хорошего пока нету в плане как я вам это рассказывала холодновато у меня уже нос красный становится стабилизатор забыл он как я так забыл ты его вот ну с мамой прям я не знаю что делать все как есть так и есть а вы знаете я долго думал канал я конечно не брошу нет 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 может кто-то почувствовал что меня нет на канале нет я буду преданным вам всегда на двух каналах яндекс дзен и youtube youtube нет нельзя сворачивать ни в коем случае я стою любуюсь парком этот сто лет не было мне так нравится все хорошо просто вы знаете я решил немножко свою жизнь да даже не немножко а я решила изменить в том плане что ну надо менять надо менять свою привычную жизнь так как она у тебя одна что-то в лучшую сторону еще лучше чтобы она у тебя была у меня так все неплохо но я решила а я решила может мне завтра сказать не серьезно я прям не знаю говорить не говорить нет это не с личным это не с личным связано каким-то отношениями нет я решила что мне делать говорить наверно надо стою ведь на морозе я решила завтра ехать в автошколу я сегодня уже позвонила где учился так же сын там и решила все таки наверное надо мне почти пойти учиться чтобы что-то поменять надо чему-то ну чему-то учиться а учиться я давно хочу и это у меня мечта она давнишняя это не сегодня только я вот так придумала не то что не было возможности наверное всему свое время вот вот именно сейчас я прям созрела к этому сынок у меня выучился считаю ездить на машине а возраста у меня не стоит на месте мы мы нуждаемся конечно уже в таком возрасте иметь что-то большее да я не знаю как выразиться просто я решила учиться а там что бог пошлет и вы представляете я сейчас я сейчас даже я не скрываю я могу сказать мои зрители подписчики что это стоит у нас в поволжье 24000 там три месяца что ли я уже позвонил разговаривала естественно я буду учиться в рассрочку моей зарплаты но знаете никогда у меня вот узнаете ну как же вот говорят всех денег нет всех денег не заработаешь это не та поговорка вот говорят нет денег и не был богатым ну как подскажите мне в общем я решила что сначала я подумала что может мне подкопить что-то нет деньги всегда понимаете тем более когда маленькие зарплаты у нас воспитателей у учителей но я имею ввиду в поволжье надо просто делать дело а не разговаривать и не мечтать все я решила завтра я поеду как вы считаете мои зрители подскажите правильно я делаю ну никогда денег не будет больших их никогда не будет сколько ты не работал даже если не появляется ты идешь покупаешь я на серьезный шаг решилась в общем как у меня поддерживаете в этом нет и сын конечно ведь мама ты куда лезешь ну ну что это такое куда ты лезешь а куда все лезут неужели я это самое нет я всю жизнь мечтала до ездить за рулем потому что во первых у меня постановка рук пальцев я училась только на фортепиано я очень чувствую кстати вот когда я садилась в машину к сыну я чувствую рука мне так нравится вообще мне вот это все нравится но всему свое время надо было может это раньше чуть чуть пораньше но не было возможностей сыночек был у меня еще маленький чужие стабилизатор ты не взяла вот такая мечтательница у вас так все нормально завтра я поеду писать заявление и все остальное кстати сейчас вышла мама вперед меня пошла магазин мне ничего не сказала а я следом за ней одеваюсь и тоже пошла вот видеть как мы живем вот так и живем впереди выходные мои дорогие зрители отдыхайте свое удовольствие вот правда смотрите кино гуляете звоните друг другу общайтесь но не работайте только отдыхайте у меня руки задубели так до завтра вы со мной я думаю да я не прощаюсь завтра обязательно будет интересное новое видео о том как я съездила в автошколу но я это решила я это решила и уже сказал вам об этом назад дороги нет